Я весёлого мёда, влажная пчела, я жужжу по кустам. Место известное, тут много машин, видимо, сегодня много посетителей. Вот оно, эта пасека. У нас там вот как раз экскурсия началась. Для своего канала. Можете к ней присоединиться. Вот они, естественно, музеи. Если хотите... Мы откуда-то принесли, отмыли специально в надлежащий вид. Соответственно, хочется вам показать нашего любимца и красавца. Это у нас патефон. Мужчина рабочий, 1935 года рождения. Соответственно, ему 90 лет. Полностью механически. Никакого электричества ему нафиг не надо. Сделан на Ленинградском заводе. Пластиночки. У нас тут используются керамические, не виниловые. Это очень важно, потому что иголочка у нас толстая и большая. Соответственно, сама головка тоже очень тяжёлая. Если вдруг мы сюда положим винил, то, естественно, он её поцарапает. И поэтому мы используем керамику. Это всё можно и нужно будет обязательно потрогать после экскурсии. Всё, кроме патефона. Патефон, если вдруг вы захотите, чтобы он у вас включился, устроить дискотеку, позовите меня, я вам всё включу и всё организую. Идёмте дальше. Сказали, что здесь. Здесь трогать можно всё, кроме патефона. Вот это ухват. Очень тяжёлая крышечка. Очень тяжёлый, судя по всему, чайник. Лучшему по профессии. Вот у моей бабушки была вот такая же прялка, как в Антасине. И вот такая была. И машинка Зингер такая же была. Такие вот интересные вещи. Такая замечательная смотровая площадочка. Ой, смотровая. Кафешечка, ё-моё. Так вот, в эту кафешечку можно прийти покушать, если вы вдруг голодные. Соответственно, всё для вас. Мы с вами находимся в здании, которое называется «Сон на пчёлах». Название «Говорящее». Соответственно, под нами находятся улей, которые называются... Не бойся, она тебя не тронет. Которые называются «Лежаки». В каждом из таких улей от 20 тысяч до 80 тысяч пчёл. Бояться того, что сейчас они все резко вылетят и нас всех ужалят, точно не нужно, потому что выходы у них находятся на улице. А если тут и появились пчёлки, то случайным образом через окна или через двери. Они нас не тронут, и всё будет у нас замечательно. Соответственно, мы с вами можем услышать интересный гул, который создают пчёлки своей работой. Слышно, да? Соответственно, за этим гулом сюда и приходят люди. Он благотворно влияет на нашу нервную систему. Он нас успокаивает, расслабляет, делает более умиротворёнными. Следовательно, над нами находятся вот такие вот интересные пласты с чем-то коричневым. Это что-то коричневое, называется прополис. Соответственно, пчёлочка у нас поедает смолу дерева, перерабатывает у себя зубики. На выходе получается прополис, а используют её для дезинфекции улья. Всё, что у нас находится в улике, все стеночки, все щёлочки, входики, выходы, всё обязательно у нас этим прополисом обрабатывается. Соответственно, чтобы было всё чистенько и стерильненько. Мы же используем прополис в медицинских целях. Мы лечим им туберкулёз, различные онкологии, лёгочные заболевания, прочищаем дыхательные пути и многое-многое-многое ещё. Соответственно, это очень полезная вещь. Также мы с вами, как прекрасно начитанные и образованные люди, стопроцентно знаем, что в каждом из таких ульев у нас есть маточка, королева-царица, также есть много рабочих пчёлок, девочек, трудяшек, работяжек. И труднее, это мужчины в нашем прекрасном пчелином коллективе. Соответственно, идёмте дальше. Мы видим прекрасно, что пчёлки работают, активно занимаются своими делами. Им некогда, соответственно, им даже некогда залетать внутрь аилы, поэтому они тут у нас находятся и работают. А вот тут у нас находится поилочка для наших пчёлочек. Соответственно, пчёлочки у нас пьют солёную воду. Это важно для поддержания хводно-солевого баланса в организме. Вы можете спросить меня, Милена, а как же в диких условиях они добывают соль? А я вам отвечу, что соль они находят в туалетах. Замечали когда-нибудь, вот в уличных деревенских туалетах у нас летают пчёлочки? Летают не просто так, а за поиском соли. Соответственно, мы, конечно, знаем, что у пчёлочки два желудка. Одним она делает мёд, а другим кушает сама. Но лапками-то она касается везде одними и теми же. И чтобы она, что попало, грязными своими лапками нигде вот так вот не лазила, мы обязаны ставить такую вот замечательную поилочку. Ведь если пчёлочка у нас знает, что у неё дома стоит водичка солёная, она лишний раз не будет никуда лететь и что попало делать. Соответственно, это очень, скажем так, тихо и стерильненько. Идёмте дальше. Также на территории нашей пасеки есть вот такая замечательная смотровая... Ой, всё, вот такая замечательная бельчатня. Здесь у нас находятся наши белочки. Их тут около 10 штук, но ваша задача прямо сейчас найти как минимум двух. Если вдруг по какой-то причине вы их не находите, ничего страшного. После медовушки вы найдёте ни одну и ни две, а все 10 белок сразу. Так что не расстраивайтесь, не переживайте и слушайте интересные факты про белок. Смотрите, когда белочке нужно создавать свою семью, ей надо как минимум трёх самцов. С одним она семью создавать не будет, вот такая любвеобильная. А ещё, когда белочка себе заготавливает дупло на зиму, ну там всякие орешки, ягодки, шишки, травочки, она благополучно забудет, где её дупло находится. И вы спросите, а как же она перезимует? Я вам отвечу, что она найдёт чужое дупло, которое точно так же потеряла другая белка. Только покидать его она уже не будет. Соответственно, идёмте дальше. Собственно, на неё можно и нужно залезть, если вы хотите увидеть прекрасные виды на горы, на речку Катунь. Всё это бесплатно, только детки у нас в сопровождении. Одних не отпускаешь. А с ним можно ходить сколько угодно. А вот тут у нас музыкальный уголочек. Этот аппарат у нас называется Тапкофон. Название говорящей. Играем тапочками. Собственно, всё. А как же он связан с пчёлами? А я вам скажу, что никак он с пчёлками не связан. Этот аппарат предназначен у нас для души. И здесь по такой же схеме у нас располагается вот такой вот музыкальный камушек. Он вытачивается под большим напором воды и при нагревании начинает издавать интересные звуки. Соответственно, тема взята с Израиля. В Израиле очень любят такие камни. Мы подумали, а чем мы хуже, сделаем точно такой же. Соответственно, сделали и нам, в принципе, понравилось. Ну а чё такого? Ну а сейчас мы с вами приступаем к самовкусной части нашей экскурсии. К дегустации. К той самой, что после дегустации вы отправляетесь в свободное плавание. Одеваете костюмчики, везде ходите всё, трогаете, фотографируете, смотрите, качаетесь на качельках, кривые зеркала, пересчитываете белок. Всё для вас. А белки спят? Может быть, они устали. Подходите сюда, не стесняйтесь, подходите. Смотрите, здесь у нас святая святых. Из двух краников льётся одно и то же. Напиток называется медовица. Он алкогольный. В нём от 4 до 6 градусов. Ваша задача взять статанчик, налить, обязательно продегустировать. Понравилось? Наливайте ещё. Ещё раз понравилось? Ещё раз наливайте. Вам не жалко, вам приятно. Всё остальное вам покажут и расскажут наши девочки. Обязательно всё пробуйте, пейте, кусайте, нюхайте. Ведь это не только вкусно, но ещё и полезно. Мне было приятно провести в эту маленькую экскурсию. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. Он говорит, да? А вы поднимите, пожалуйста. Вы берите вот. Спасибо большое. Дегустация медовухи. А сейчас продегустируем сало. Руки только берите, а мне оставьте вилочку. Вилку не дам, так сало берите. И огурчик ещё, пожалуйста. А дайте им тоже лимончелку попробовать. 300-300. Спасибо. Пожалуйста. Можно, пожалуйста, лимончелку? Спасибо. Витя, сейчас лимончелку ещё дадут. Я вот хотела идти обсудить. Пожалуйста. А лимончелку тоже дайте, пожалуйста, попробуйте. Ну, конечно. Так, тогда закусите всё. Опять же, есть ли, да? Огуречку не заберёте. Спасибо. Огуречку, да? Пожалуйста. Так, и дегустация лимончелы. Да, вот он мне понравился больше. Магазин. Магазин. Ну, я ещё вот, ещё не кончилось. Можете взять? Есть цепет. Так. Так, мы сюда хотим. Так, ну и попробуем мёд. На память о пасеке я купила вот эти красивые зелёшки. На память о пасеке я купила. 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 Хочу похудеть. О, я прямо голливудская кинозвезда. Ху-ху-ху-ху. А, вот зеркало для похудения. Толстею. 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 Толстею безразмерно. Толстею безразмерно. Ну а это символ шизофонии. Так, зайдем в кафе. Вот такие стольчики. Вот сказочный уголок для детей. Тут и мухонёж. Вот такая качеля с бабой Гой. Вот такая у нас прекрасная страна. Обожаю нашу страну. Она самая крутая. Здесь можно сфотаться с волком. Почему бы мне не сфотаться? Мне с пасочником нужно сфотаться сейчас. Тут уникальный туалет. Угу. 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 Дальше. здесь настроение для гостей они выглядят опухшими от укусов пчел а это что за домик можно протестировать подушки сейчас я это сделаю вы сейчас я протестирую подушки все никто сюда не заходите я уединяюсь выбираю себе постель слева или справа ортопедическая подушка разбивает шейный хондроз массирует кожу головы способствует профилактике атеросклероза ишемической болезни сердца показания при стрессах высокой утомляемости проблемы шеи головные боли я ложусь вот сюда рассмотрим подушку она представляет из себя такую конструкцию из параллелепипедов это круто сейчас я помедитирую и задам себе вопрос на который я хочу получить ответ на этой волшебной подушке наверное ко мне придет ответ на мой вопрос подсознанию подушка кстати стоит 3000 очень-очень удобная прям комфортно на ней лежать обалденно ну и еще одно чудесное место этого заповедного парка это вот этот павлин белый привет на платок я была как-то много лет назад потрясающий эффект на самом деле это выемка а выглядит как выпуклость ну и заканчиваю свою экскурсию ухожу из этого уютного места до свидания пчелки